а потому что если мы говорим о коммуникации когда цели сторон совпадают цели сторон совпадают то о чем там договариваться ну например давайте возьмем нашу ситуацию вы позвонили и сказали там есть предложение сняться в интересной программе супруга посмотрела говорит то интересная программа едем сниматься все мы обо всем договорились у нас нет противодействия у нас нет противодействия сторон если мы посмотрим на систему боевой модели переговоров то согласитесь она возникает тогда когда как правило существует коммуникации с которой стороны выйти не могут и при этом коммуникации носит разрушительный характер при этом в этой коммуникации разрушается а я концепция человека его личность она стирается классический пример маргарита пална хоботова из тех же самых покровских воротов которая была специалистом в области боевой модели переговоров что она делала она стирала личность льва евгеньевича хоботова саввы игнатича для того чтобы эти люди находились рядом с ними а именно когда не получалось там был четкий жесткий директивный приказ в трем вернемся чтобы был дома никуда не пойдешь и здесь используются различные манипулятивные инструменты для того чтобы управлять человеком и так модель боевая модель переговоров всегда возникает тогда когда цели стороны не совпадает совпасть не могут тогда когда они не совпадают но общаться приходится когда сторона не просто заинтересована в каком-то силовом захвате ресурса но и заинтересована встраивание вам состояние беспомощности безнадежности никчемности различных других состояний чтобы вам можно было превратить овощи на диван и сказать куда бежать именно когда ты понимаешь что такая модель произошла и ты не хочешь с этим сопротивляться тогда она и используется потому что сразу хочу сказать это подобно пистолету потому что в данном случае ты предупреждаешь человеку не нужно со мной так себя вести но мы нормальные люди у нас все хорошо мы стараемся с людьми как можно меньше общаться знать где она родилась это на удивление как человека который имеет там директор двух охранных предприятий человеку который юридическая компания которая была связана с защитой сделок ослеяния поглощения но условно говоря трейдерских захватов человек который много вел переговоры с криминалом поскольку был директором охранных предприятий вот представьте себе боевая модель переговоров не родилась тот период времени тогда родились жесткий переговор она родилась тогда когда мы стали вести тренинги потому что люди приходят на тренинги начинают играть в игру убей тренера и как ни парадоксально максимальное количество паттернов которые мы отходили родилось именно здесь потому что у нас в россии почему-то если ты ведешь переговоры и читаешь тренинг по переговорам а тебя пытаются обязательно проверить на прочность зачем ну хорошо хотите пожалуйста создали боевую модель переговоров вы знаете сам прикольный вопрос всегда предупреждаешь людей не надо с нами вести такую коммуникацию ну плохо может быть нет люди приходят задаются по-прежнему свои идиотские вопросы вот как бы но получает за это человек достоин большего поэтому и спрос него больше это к вопросу об экологии оказалось что боевая модель переговоров стала несмотря на то что она такое название не экологичная оказалась максимально экологичной более того психотерапевтичной моделью потому что ты делаешь максимально такую вот скажем так провокативную интервенцию когда ты провокатора который пришел к тебе ставишь на место и более того даже зал ставит его на место ты только начинаешь это делать когда люди говорят знаете мы вообще пришли слушать не вас а наставников которые здесь поэтому можно вас попросить если вам что-то не нравится встать уйти деньги ждут вас там люди вот таким вот образом начинают перевоспитываться понимают о том начинают понимать что оказывается не просто так здесь какие-то действия происходят